В горах Алтая спасателям пришлось эвакуировать восьмерых туристов. Вертолётом их доставили в Горно-Алтайск, где троих сразу же госпитализировали. Как проходила спасательная операция, выяснил Дмитрий Иванов. Сигнал о помощи в МЧС России по республике Алтай поступил от туристов из Харькова. Группа из восьми человек шла по Южно-Чуйскому хребту сложным горным маршрутом, рассчитанным на 37 дней. Однако уже на шестой день похода на склоне горы Икту руководитель группы сорвался в ущелье с большой высоты. По верёвкам спустились к нему. Это заняло определённое время, около двух с половиной-трёх часов. То есть то, что пролетело несколько минут, как бы у нас заняло несколько часов. Спустились, оказали первую помощь. Получив многочисленные переломы, турист чудом остался жив. Эвакуировать его самостоятельно группа не смогла. Было решено подать сигнал о помощи, но спутниковый телефон по каким-то причинам не работал. Я с ещё одним участником нашей команды пошли вдвоём, собственно, в ближайший населённый пункт, чтобы ословить связь. Вот с ледника Уштуайры до Бильтыра через перевал 1Б. Ну, в течение 20 часов мы это сделали. Вызвали МЧС. Из Красноярска в республику Алтай срочно вылетел вертолёт Ми-8. Добираться к леднику на высоте около 3000 метров было очень сложно из-за низкой облачности. В горах при температуре 0 градусов шёл дождь со снегом, но пилотам всё же удалось посадить вертолёт на скользком склоне. Мы подсели к группе практически. Там немножко, там метров 200 мы пробежали, потому что там нельзя было сесть, где они стояли. Сразу же после спасения украинского туриста поступили сигналы о ещё двух пострадавших. Участника группы из Нижнего Новгорода с переломом ноги пришлось забирать с высоты 1800 метров верховья горной реки Кучерла, а женщину, повредившую спину, из-за района горы Белуха. Такое количество травм, по мнению спасателей, связано с дождями, которые прошли в горах. Передвигаться по скользким склонам стало очень опасно. Вертолёт со спасателями находился в воздухе больше 8 часов и в сложных погодных условиях пролетел около 1500 километров. Все пострадавшие сейчас доставлены в больницу Горноалтайска. Дмитрий Иванов, Алексей Кудачин, Сахаяна Мамаевась, Вести Алтай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова